В интервью с чемпионом WBC Гристофом Владарчиком, хорошо известным в Москве после победы над Рахимом Чехиевым. Гристоф, ты снова приехал защищать свой титул. На этот раз у тебя совершенно другой соперник, Григорий Дрозд, более подвижный, более мобильный. Что изменилось в подготовке и что ты ждешь от соперника, который является чемпионом Европы по боксу? Ты снова приехал из Москвы, работал с Чехиевым, сейчас противника совсем другого. Что изменилось в своей тактике, что изменилось в своем подготовке, что не было. Зменилим голову. Нужно подойти до этой борьбы, это совершенно другой соперник, чем в Чехиеве. Чехиев есть майнкутом, а Дросс в нормальной позиции. Во-первых, Чехиев это легче, а Дросс это нормальная позиция. И в дополнительном подготовке, да? Вдругая подготовка. Найважнейшее, чтобы в голове было положено и когда выйду до ринга, тогда всю свою работу на ночень. Самое главное, чтобы в голове был пан, и этот пан надо потом в бою реализовать. Вспоминая бой с Чехиевым, что это был такой план сначала терпеть? Что пошло не так? Потому что первые раунды ты действительно явно проигрывал, и я видел реакцию болельщиков. Все были уверены, что Рахим дожмет. Возвращаясь к бою с Чехиевым. Возвращаясь к бою с Чехиевым, это был такой план терпеть, а потом переломить, потому что кибицы уже верили, что он тебя сейчас згничит. План был такой, как было видно. План был такой, как было видно? В первых раундах Чехиев очень опытный боксер, но неопытный в профессиональном боксе. И вот эта борьба длится 12 раунд, и нужно... Боя длится 12 раундов. И нужно собрать вправу, что есть 36 минут тяжелой работы. Нужно знать, что это 36 минут тяжелая работа. И все может случиться. А ты знаешь, что у вас с Григорием Дроздом есть один общий соперник, но результат разный. Павел Милкомян, что ты думаешь об этом? Потому что многие сравнивают именно по этому бою. Ты знаешь, что... Ты знаешь, что у вас с Григорием был один общий соперник, и что много кибицы вас сейчас конфронтуют благодаря этому бою? Моя борьба была в 2003 раунда. Бои были в 2003 раунда? А Дрозд боксировал с ним в 2005 раунда. А Дрозд боксировал с ним в 2005 раунда. През этот период очень многое изменилось. За это время многое изменилось. И... И... Так как было видно, но... Стараемся все сделать, чтобы это не повторилось. И видно, что в это время я много попробовал, чтобы не повторять ошибок с этого боя. А... Уважаем так, что... Я думаю, что меня просто в этом бою... Окрадно. Засудили в процессе. Засудили, да. Скажи, многие ждут объединения поясов. Если ты защищаешь свой титул, а Денис Лебедев выигрывает, возможен ли бой двух чемпионов? Ты бы хотел встретиться с Лебедевым? Сейчас говорят об объединении титулов. И если... Если... Если ты выиграешь с Дроздом, если... Лебедев выиграет с Голодеем, то... Думаешь ли объединять титул? В клы? Почему нет? Почему нет? Я не больше. Я готов на такие тяжкие вызвания. И... Почему нет? Почему бы нет? Я готов на такие вызвания. Жиштоф, после боя с Рахимом ты очень долго раздавал автографы, проявил полное уважение к людям, которые болели против тебя. Скажи, тебе настолько понравилась Россия, или ты всегда уважаешь людей, где бы ни выступал? Болельщика бокса. Ты после боя долго раздавал автографы, делал фотографии с болельщиками. Ты... Бо! Побавца с Чехиевым ты долго раздавал еще автографы, делал фотографии с кибицами. Почему? Ты так уважаешь и любишь кибицей в России, или ты всегда так на воензах сидишь? Я очень уважаю людей... Я очень уважаю людей, как и кибицей. Я очень уважаю болельщиков. И... Кибицы приходят... Люди, кибицы приходят по то на борту, чтобы увидеть интересную борту, так? Болельщики приходят на бой, чтобы увидеть интересный бой. И когда есть возможность... Они имеют возможность, потому что я не здесь каждый день. Они могут сделать фотографии со мной, потому что им это очень приятно. И когда у них есть возможность сделать фотографии с мной или взять автограф, меня после боя... То почему не? Почему вы не? А тоже Россия? А тоже Россия? А тоже Россия? Что для меня обоим? Что это была Россия? А тоже Сибиря? Или Хина? Он очень уважает болельщиков, которые приходят на бокс. Я так понимаю. Если бы не было кибицов, то наш бокс... Он очень уважает болельщиков. Если бы не болельщики, мы бы остались в зале. Жиштоф, ты самый простой парень, несмотря на то, что чемпион мира. По крайней мере, многие будут болеть. Я тебя уверяю. Потому что у тебя есть поклонники в России. И скажи пару слов людям, которые придут на бой. И будут смотреть именно бой с точки зрения спорта. Я тебя любим в России. У нас своих кибицей. А что ты им можешь рассказать? Что бы нам могли на тебя? Что могу рассказать? Держите кукки. Держите за меня... Как называется это? Кулаки. Люди играют кулаки. Пусть выиграет лучше. Я сделаю все, чтобы выиграть. Пусть выиграет лучше. Я сделаю все, чтобы выиграть. Что могу рассказать? Ты чемпион. Желаю тебе успешной карьеры. И уверен, ты одержишь еще немало побед. Спасибо очень. Спасибо. Спасибо. Спасибо.